Матчу с крыльями предшествовали полтора месяца отрицательных эмоций. Ведь последняя победа чемпионами страны была одержана аж 16 августа. С тех пор «Спартак» посылал мяч в сетку ворот соперника лишь трижды. Болельщики негодовали, пресса душила критическими статьями, игроки других клубов иронически улыбались. И вот когда многим показалось, что красно-белые рассыпались, команда собралась. Да так, что выходя на поле, подопечные Олега Романцева не сомневались. Сегодня с черным периодом будет покончено. Уже со стартовых минут отчетливо ощущалось единение болельщиков, игроков, тренеров и руководителей. Обратите внимание, Андрей Червиченко и Александр Шикунов вместо привычной ложи ВИП расположились в пределах скамейки запасных. Особая аура и способствовала тому, что «Спартаковцы» воспарили куда выше их крылатых соперников. Примечательно, что победу одержала команда средний возраст, который составил 20 лет. Впервые все 90 минут в российском чемпионате отыграли Абрамидзе, Данишевский, Павленко. На замену вышел доморощенный воспитанник Тарбинский. Свой дебютный гол в нынешнем первенстве забил наконец-то отправившийся от всевозможных невзгод безродный. Артем, к слову, и поставил окончательную точку в матче. А помогли ему это сделать еще совсем зеленые мальчишки. К тому моменту самарцы, в общем-то владевшие инициативой большую часть встречи, окончательно сломались. А поплыли тархановские воспитанники чуть раньше, когда чудо-гол сотворил еще один многообещающий спартаковский пацаненок Александр Сонин. Также стоит отметить и 12-й по счету мяч Владимира Бесчастна, позволивший подтянуться нынешнему капитану москвичей к лидерам в списке бомбардиров. И хоть цельного содержательного футбола красно-белые в холодный октябрьский вечер не показали, теплых слов заслужил почти каждый из них. Абрамидзе доказал, что в бочке спартакской селекции немало меда. Хлестов то, что годы не властны над профессионализмом. А, пожалуй, лучший в России по игре в воздухе и по соотношению количества-качества подкатов Мойзес добавил в свою коллекцию нейтрализованных форвардов скальпий поистине таранного Пошкуса. Празднование успеха было феерическим. Счастливые хозяева словно после золотого матча побросали в футболки своим преданным болельщикам. Возможно, для команды успех в этой встрече и впрямь можно считать золотым. Ведь были возрождены вера в спартаковский дух и надежды на оптимистическую концовку сезона. А как радовался главный кулинар победы Олег Романцев. Он совершил рейд через все поле и вместе со своими игроками приветствовал поклонников красно-белых. Олег Иванович готов был, по примеру ребят, бросить на трибуну свою куртку. Но в последний момент заметил замерзшего Мойзеса и выразил беспокойство о здоровье бразильца. Любопытно, что во время хождения в народ Олег Иванович очень тепло поздоровался с экскумиром спартаковских тифозий Андреем Тихоновым. Андрей вообще чувствовал себя 6 октября как дома. Только вот в очередной, уже четвертый раз, встреча с бывшими одноклубниками оказалась для него проигранной.